Вы, наверное, уже почувствовали, что сейчас самое время прикупить SSD. Тут у нас самые дешевые и популярные. Значит, Kuma, Samue, SetRise, но он уже отпотел, GoldenFear, конечно же будет Kingspec, куда без него. И для сравнения я взял самый дешевый брендовый SSD, который вообще есть в DNS, это MSI Statium. Все эти SSD-шники дешевле 1000 рублей. Терабайтник сейчас можно найти дешевле жесткого диска, ну а твердотельники на сотню гигабайт вообще продаются за пару мисок риса. Сегодня я, возможно, раскрою покупателям быстрых в рывке китайских SSD, которые заполонили наш рынок, некую информацию. А также расскажу, по каким критериям стоит подбирать SSD. На связи МК, говорим о выборе народных твердотельных накопителей. И где же сейчас покупать SSD, как не в интернетах? Там и Али, и перекупы с Авито, и отечественные магазины. Китайские SSD-конструкторы с трудными названиями и часто приставкой King стоят очень недорого. Накопитель на 120 гигабайт можно купить за 600 рублей. Это 10 баксов. Вот, к примеру, этот я купил у себя в городе за 650 рублей. На терабайт можно найти дешевле 3000. Как сказал мне один SSD-продавец, если есть упаковка, даже вот такая обычная запаянная, то это уже по-богатому и плюс к цене. Тестировать будем самые популярные SATA решения на 120-128 гигабайт. Они стоят копейки, массово везде продаются и часто используются для апгрейда ПК или ноутбука, под систему и, не дай бог, под какие-то важные данные. Да, в новых зионных сборках эконом-классов встречаются такие SSD очень часто. Пускай на коробке Windows с маленькой буквы. В смарт пропустили букву А, вместо тире два дефиса. Это вообще-то целая коробка. Очень интересно, что установлено внутри. Но прежде чем разбирать эти китайские клоны, давайте посмотрим спецификации в CrystalDisk.info. Как и ожидалось, все топ. SATA накопители без ошибок. Опытный пользователь ПК откроет еще CrystalDiskMark. Обе проги бесплатные, ссылочки будут в описании. Скорость чтения и записи у всех подопытных на уровне 450-550 мегабайт в секунду. Как у топовых SATA дисков от Samsung. И обычно большинство обзоров на этом заканчивается. С выводом, все топ, можно брать. Но давайте копнем немножко глубже и посмотрим, как эти диски поведут себя под настоящей нагрузкой. Для этого запустим тест записи большими блоками в AIDA64, чтобы понять, какие скорости мы увидим на деле. И вот тут начинается веселье. Первую треть объема, все тестовые накопители, кроме Golden Fear, вели себя одинаково. Честно, писали данные на скорости около 400-450 мегабайт в секунду. Golden Fear слегка просел до 300, но все еще это неплохо. А вот дальше случилось крутое пике. Скорость у всех просела на порядок. У народного Golden Fear сильнее всего до смешных 15 мегабайт в секунду. В среднем напрямую в память получалось писать на 30 мегабайт в секунду. А вот минимальная скорость у него была ниже 10 мегабайт в секунду. Полная запись всех 120 гигов на нем заняла больше часа. Да, это такой SSD, а не флешка за 250 рублей с фикс прайса. У других накопителей ситуация лучше. Контроллер Kuma рисовал бешеный сердечный ритм, пытаясь спасти ситуацию. Но и там скорость держалась в районе 50 мегабайт в секунду с просадками ниже 40. Xiaomi выдал скорость в 50 мегабайт, KingSpec чуть хуже в среднем около 40 мегабайт в секунду. Да что там говорить, многие недорогие флешки быстрее. Даже ноутбучный 10-летний жесткий диск способен писать данные временами в разы быстрее. На деле такая скорость записи гарантированно приведет к задумчивой работе системы и программ. И нет, тут дело не в перегреве. Для ответа на этот вопрос давайте пару минут посвятим теории. Первый коммерческий SSD появился в 1982 году. Шучу. В чипах памяти используются ячейки, которые могут хранить от 1 до 4 бит информации. Чем меньше бит на ячейку, тем быстрее она работает. Однако в таком случае для обеспечения хранения того же объема данных, этих ячеек нужно больше. С учетом того, что низкая цена очень часто оказывается важнее высокой скорости, то от 1-битных или SLC ячеек отказались быстро. Такие SSD можно найти, но обычно в небольших объемах, около сотни гигабайт, за очень большие деньги. Эра массовых 2-битных или MLC ячеек тоже давно прекратилась, и сейчас на рынке есть два типа памяти. С тремя битами на ячейку или TLC, или даже с четырьмя QLC. Идея тут простая. Пока на диске много пустого пространства, почему бы не писать по одному биту в ячейку? Да, это втрое-вчетверо уменьшит объем накопителя, но зато скорости будут очень высокими. А уже после того, как цикл записи пройдет, в режиме простоя контроллер начнет утрамбовывать данные по 3-4 бита в ячейку, тем самым возвращая накопителю его реальный объем. И вот теперь становится понятно. Наши китайские SSD имеют резиновую память. Первую треть объема, или около 40 гигабайт, запись шла в 1-битном SLC режиме, поэтому скорости были очень высокими. Однако, как только место на накопителе в таком режиме закончилось, контроллеру пришлось работать сразу на два фронта. Уплотнять данные и заодно записывать новые. А с учетом того, что и память, и контроллер далеки от топовых, скорость просела на порядок. Из сектора Xeon'ов крикнут, что никто не будет записывать на SSD объемом 120 гигабайт сразу 40-50 гигабайт данных. Да, но давайте представим реальные условия, когда на таком накопителе стоит Windows, необходимый софт, и свободно всего 30-40 гигабайт. В таком режиме до того момента, пока мы не упремся во флешечной скорости, нужно будет скачать один фильм в хорошем качестве или смонтировать ролик в 4К. Как можно было этого избежать? Например, иначе настроить работу SLC кэша, сделать его динамическим, чтобы в быстром режиме записывалось 5-10 гигабайт, а после их окончания переходить на TLC режим без уплотнения данных. В таком случае контроллеру и памяти было бы легче, и реальные скорости записи стали бы выше. Разумеется, упор в полсотни мегабайт в секунду тоже бы наступил, но это бы случилось в самом конце, когда нужно было бы утрамбовывать SLC кэш. Но увы, тут цель партии была другой, китайский SSD обеспечил внутренний удар, быстрый апгрейд и неустойчивую скорость. И этого можно было бы избежать, если бы псевдопроизводители использовали бы хорошие контроллеры и память. Но тесты явно говорят, что здесь хорошо сэкономили. Давайте заглянем в богатый внутренний мир изделий дядюшки Ляо. Первый на очереди Kingspeak ECM. Они имеют очень-очень похожие платы и одинаковые контроллеры Ray MXRM1135. В чертогах интернета удалось найти, что это дочернее предприятие и клон другого дешевого контроллера от Realtek. По крайней мере, так считают утилиты для диагностики. Точных характеристик нет, из скудного описания на полуофициальном сайте удалось узнать, что он всего двухканальный. Одно радует, программы прошивальщики под это чудо есть, так что шанс оживить пациента все же будет. Едем дальше. Golden Fear работает на истинно китайском контроллере от eStore. Конечно же он безбуферный, но хоть поддержка четырех каналов есть. И хотя решение достаточно свежее, судя по всему этого года, прошивальщики с ним работать уже умеют. Так что шанс восстановить труп до полу трупа есть. Идем дальше. Кума. И он порадовал. Внутри бюджетный, но неплохой, а главное не ноунеймовый чип Silicon Motion. Такой же используют, например, в популярных SSD Crucial BX500. Под него, разумеется, есть прошивальщики, так что если у такого контроллера поплывут мозги, вернуть его из кремниевого рая получится без проблем. Отсюда, к слову, и пила на графике записи. Контроллер пытался всеми силами спасти ситуацию, однако тут подвело отсутствие кэша и не самая лучшая память. У Кума она опять же пойдет. Два чипа производства UMTC, молодого китайского вендора, который специализируется на NAND. В данном случае используется не самая новая 128-слойная 3D NAND память. Но все еще это не отбраковка и не хлам. Полноценное фабричное производство, просто эта память сама по себе достаточно медленная по современным меркам. Память UMTC планировала использовать даже Apple, поэтому считать ее третисортным подвалом точно не стоит. Но тут все же есть проблема. И хотя под контроллер от Silicon Motion прошивальщики есть, с поддержкой такой памяти пока увы. То есть конкретно данные Кума восстановить все же пока не получится. Что внутри у других сынов Поднебесной? В Kinspec стоит два чипа 96-слойной памяти от SanDisk. Опять же, это далеко не самая новая память, анонсирована она была еще в далеком 2017 году. Высоких скоростей ожидать не приходится, особенно с учетом медленного контроллера. В тесте на запись мы в этом убедились. Внутри Xiaomi два чипа 128-слойной памяти от Hynix. Опять же, далеко не свежак и не предел по скоростям, но снова не брак. Но все-таки такая память быстрее, чем в Kinspec, поэтому и конечные результаты скорости выше. Ну и под конец самый медленный из всех Golden Fear. И вот он по памяти удивил. Тут самый новый из всех протестированных сегодня SSD 176-слойный Micron. Почему же такие низкие скорости? Все просто подвел совсем плохой контроллер. Хорошо видно, что под конец теста записи он окончательно сдался и ушел на скорости в районе 10 Мбайт в секунду. Пока что все выглядит неплохо. Все четыре накопителя имеют брендовую память и контроллеры с возможностью прошивки. Правда, кума пока что из-за китайской памяти восстановить не получится. Но это вопрос времени. Переворачиваем платы Kinspec и Xiaomi и натыкаемся на интересную надпись RM1135 Demo. Это намекает на то, что скорее всего это демонстрационный образец для теста контроллера, то есть они вообще не предназначены для продажи. Причем сами платы разные, что намекает на то, что таких бета SSD было выпущено много. И это еще не все. SSD от Kinspec достаточно популярны, чтобы в отзывах встречалась информация об используемых в них железе. И тут скрывается интересная информация. Все тот же P3 на 120 гигабайт может базироваться на другой памяти. Например, на более быстрой 128-слойной от Hynix. То есть здесь получается китайская рулетка. У кого-то скорость будет проседать до 30 мегабайт в секунду, а у кого-то она может быть раза в полтора больше. И это за одни и те же деньги. О чем это говорит? Ни Kinspec, ни Xiaomi, ни куча других китай-брендов не являются производителями SSD. Они всего лишь заказывают пластиковый корпус со своим лейблом, а сами платы берут от поставщиков из любого подвала поблизости. И даже делая такую простую, на первый взгляд, работу, не заморачиваются и допускают орфографические ошибки на своих брендовых коробках. И, наверное, самые внимательные уже заметили, что я показал еще один SSD, но не протестировал его. А все потому, что он ушел в себя при попытке поставить на него Windows и не запоминает больше ничего. Правда, тут нужно отдать должное Али после пары недель спора и множества пруфов они вернули деньги. Но если бы этот SetRise начал страдать амнезией спустя месяц-другой после покупки, потерялись бы и данные, и деньги. Что касается железа, то работал он на дешевом контроллере eStore, как и GoldenFear. Поэтому брать такие SSD накопители с Алиэкспресс – дело весьма сомнительное. Если не повезет, придет демо-версия SSD с рандомной памятью и прошивкой, которая рано или поздно может надежно защитить ваши данные от вас самих. На Али вполне можно брать брендовые или OEM-решения от крупных производителей. Например, там хватает накопителей от Kingston, есть множество быстрых OEM NVMe SSD от Samsung, которые нередко стоят в полтора раза дешевле, чем в ритейле. Такие накопители производятся на нормальных контроллерах от Silicon Motion или Fison, используют нормальную современную память, DRAM кэш и проходят полноценные тесты на заводах. Так что если такие SSD заработали после получения, скорее всего проблем с ними в дальнейшем не будет. Окей, что делать, если нужен максимально дешевый SSD здесь и сейчас? Можно взять того же кота в мешке, но уже из крупных отечественных магазинов. Да, те же SSD от Kingspeak или Kuma открыто продаются в DNS и CityLink, и один из наших SSD как раз оттуда. Конечно, цена будет на сотню-другую рублей больше, чем в Sali или Savita, но зато не нужно будет месяц ждать доставки и самое главное будет минимум год, а то и три гарантии. В любом случае, использовать китайский ноунейм накопитель для хранения важных данных мы категорически не рекомендуем. Максимум для установки на него игр или прокачки старого ПК. Как купить нормальный SSD? Казалось бы, нужно просто брать бренды типа Crucial или Samsung, ну или хотя бы Adata или Kingston. Но тут тоже все не так просто. Увы, мухлюют не только китайцы. Samsung втихую поменяла железо своего 970 EVO, правда на лучшее, но это редкое исключение. Adata тасовала внутренности популярного накопителя XPG SX8200 PRO как минимум 4 раза и не всегда в лучшую сторону. Сообщения о браке и проблемах этого накопителя на полшага не дошли до популярности к САЗ в блоках питания. Выпускаешь годный SSD за недорого, он становится популярным, светится во всех обзорах как топ за свои деньги, а потом тихонько урезаешь и контроллер, и память, кто там заметит какую-то разницу, особенно в случае с NVMe решениями. А план по доходам уже выполнен. И это наталкивает на вопрос, как в таком хаосе гарантированно получить хороший SSD за небольшие деньги. Тут нужно учитывать сразу несколько нюансов. Во-первых, отметаем накопители на QLC памяти с объемом от 100 до 500 гигабайт. Эта память и так крайне медленная, а при небольших объемах без кэша и хорошего контроллера будет вообще туши свет. Да даже некоторые 2-терабайтные формально NVMe SSD на QLC могут проседать до 50 мегабайт в секунду. Так что наш выбор TLC. Естественно, почитайте отзывы на SSD, если в них разная информация о типе контроллера или памяти, стоит подумать. В бюджетном SSD плохой контроллер и память могли поменять разве что на плохой в квадрате. Если в отзывах нет ничего криминального, самое время переходить к обзорам, желательно максимально свежим. На скорости чтения смысла смотреть нет, как уже убедились ранее, даже самые дешевые решения упираются в 500-550 мегабайт в секунду, что является пределом SATA 3. Стандартная проблема недорогих SSD на сотню-другую гигабайт, они быстро устают на дальних дистанциях. Поэтому лучше смотреть на решения, которые обеспечивают хотя бы 100 мегабайт в секунду при полном заполнении. И в таком случае SSD будет ощутимо быстрее любого жесткого диска в задачах загрузки системы и ПО, и как минимум немедленнее при записи больших файлов. Возьмем в пример дешевый SATA-шник от MSI. Эта компания тоже SSD не производит, но в отличие от многих других компаний, честно указывает, что использует недорогой для бюджетного накопителя контроллер Fison S11. Правда, тип памяти указан как 3D NAND, что может быть и TLC и QLC, так что здесь нам помогут только тесты. В нашем случае оказалось, что внутри 96-слойная TLC память от Toshiba. К слову, не самая свежая и быстрая из всех ранее протестированных. В CrystalDiskInfo опять же нет ничего криминального или интересного, обычный SATA накопитель. Тест скорости также ожидаем, 500 мегабайт в секунду на чтение по всему объему. Но как SSD поведет себя в забеге на весь объем при записи? И вот тут ситуация кардинально отличается от китайских изделий. Первые 5-10 гигабайт пишутся в быстром 1-битном SLC режиме с высокой скоростью в 450 мегабайт в секунду. Этого более чем хватит для беспроблемной работы системы и программ. А вот дальше запись идет уже напрямую в TLC. Но так как контроллеру не приходится параллельно заниматься утрамбовкой данных, да и сам он достаточно быстрый и даже обладает 32 мегабайтами встроенной кэш-памяти, скорость оказывается достаточно неплохой, около 100 мегабайт в секунду, что вполне на уровне хороших жестких дисков. Как итог, на таком накопителе довести систему до тормозов точно не получится. А ведь он стоит дороже китайских SSD буквально на полторы шавермы. Что в итоге? Забудьте про китайские SSD с Али, даже если речь идет об апгрейде старого ноутбука или ПК. Такие решения не просто так стоят дешево. При покупке они предлагают сыграть в лотерею, что будет у них внутри. И если вам не повезет, потеряйте и данные, и деньги. Если нужно максимально сэкономить, можно брать такие SSD в крупных магазинах, которые дадут несколько лет гарантии. Также нужно понимать, что проблемы максимально критично вылезают именно в накопителях на 120-128 гигабайт, где в любом случае выше двухканальной работы с памятью не прыгнешь. С учетом того, что в некоторых протестированных SSD стоят четырехканальные контроллеры, есть шанс, что в версиях на 256 или хотя бы 512 гигабайт будут нагружены все каналы, что удвоит скорость работы памяти, и она уже точно перевалит за 100-мегабайтный рубеж. Но, с другой стороны, те же Kingspeak или Xiaomi это не спасет. У них двухканальный контроллер RAMX, который уже нагружен по максимуму. Поэтому даже в терабайтных версиях скорость записи после SLC кэша будет печальной. Но, с другой стороны, чтобы до нее добраться, на пустом накопителе нужно будет за раз записать 300 гигабайт, что и сделать достаточно проблематично. Поэтому, даже если вы решили брать Китай, то только большой объем и нормальный контроллер. Окей, с SATA из Китая разобрались, а что там по NVMe? Все-таки это более новое решение, которое требует и лучшей памяти, и хороших контроллеров, причем в текущих реалиях они стоят дешево и обеспечивают гораздо более высокие скорости работы, нежели SATA. Сейчас у меня в наличии есть пару XPG, идет OEM Samsung с Али, и вот такой MSI Spatium M450. Оказывается, я весь ролик называл линейку неправильно. NVMe SSD это уже совсем другие скорости. На такой твердотельник можно легко закинуть пару десятков гигабайт за несколько секунд. MSI Spatium M450, подключенный через переходник с Али, кстати, если у кого нет или не хватает M.2 разъемов, рекомендую. Даже на старой материнке с PCI Express 3 выдал почти 3 гигабайта в секунду на чтение и 3 на запись в AS SSD. Под наклейкой контроллер FISON E19T, а заявленный срок службы у Spatium до 600 терабайт. С учетом пятилетней гарантии, этот SSD-шник можно полностью перезаписывать где-то раз в три дня. Такой M.2 SSD отличный задел на много лет вперед. Если у вас свежий ПК, скорости будут еще выше, так как тут есть поддержка PCI Express 4 и NVMe 1.4. Ссылочку на этот SSD ищите в описании. Но китайский NVMe легко можно найти вдвое дешевле. И там тоже хватает своих подводных камней. Если вам интересна тема выбора M.2 накопителей, ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. И мы продолжим тему, но уже с популярными китайскими NVMe накопителями. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании все ссылочки. Там же в описании ссылочки на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм, где вы можете читать самые интересные IT-новости. На связи был МК. Еще увидимся. Пока.